С нашими пожертвованиями, с нашими жертвами, вы знаете, зачастую я консультирую людей иногда по финансовой части, консультирую бизнесменов, консультирую других людей, я вижу, бывает такое, что мы даем обещания какие-то Господу, бывает в наших сердце есть, и Господь нам говорит, что нам нужно сделать в плане финансов, какую жертву принести, что сделать, или мы иногда, бывает, заключаем, даже бывает завет с Господа, мы обещаем ему что-то, если наши дела будут успешны, и к сожалению, как любой человек, мы, бывает, не исполняем эти обещания перед Господом, и здесь очень важно положение нашего сердца, я вижу в этой истории, как Саул, он получил слово от Господа, он получил то, что нужно было ему сделать, но он этого не сделал, но это свойственно человеческой природе, человек может так поступать, к сожалению, он несовершенен, он может сказать одно, сделать другое, но важна реакция человека на то, что произошло, и мы видим, что Саул, он начинает оправдываться, вот эти слова, которые мы прочитали, я увидел в этом, он пытался оправдать свои действия, он пытался оправдать свои действия, и поэтому попал в немилость Господа, и я хочу сказать, что если в нашей жизни сейчас есть такая ситуация, то пусть на наших устах не будет слов оправдания перед Богом, пусть лучше в наших сердцах будет искреннее покаяние перед Ним, аминь, дорогая церковь. И вы знаете, здесь дальше, когда мы читаем эту историю, время уже, я вижу, идет проповедь, я не хочу ее занимать, дальше, если мы читаем, мы видим, что неоднократно сердце пророка, оно огорчалось, и мы видим, что Самуил огорчался от действий, и вы знаете, мы видим, как в исходе, когда народ Божий, он против Господа что-то делал, и сердце Бога огорчалось, и он хотел их истребить, но был священник, который говорил о том, что, и вставал, и говорил о том, что не нужно этого делать, оставь этот народ. Моисей как бы молился и перед Богом приходил, здесь сердце священника огорчилось, он мог, я верю, была в его власти, была эта возможность предстать перед Господом и помолиться о Сауле, дать ему возможность ходатайствовать о нем, но сердце его было огорчено. Но вы знаете, сейчас мы имеем гораздо большее, сейчас на небесах стоит ходатай перед Господом Иисус Христос, и Он о нас ходатайствует перед Господом. И если в вашей жизни есть такие неисполненные перед Богом обещания, если вы где-то оступались, если вы где-то в финансах были неверны Господу, если вы не приносили десятины, если вы не отдавали те приношения, которые обещали отдать Господу, то я хочу вам сказать, есть ходатай на небе, есть Господь Иисус Христос, который способен, через имя Которого, через кровь Которого мы можем прийти к Господу и получить от Него оправдание, получить от Него прощение. Я поэтому хочу, чтобы мы взяли наши сейчас десятины, наши пожертвования, мы стали и помолились об этом, что я верю, что есть прощение от Господа, есть прощение на то, в чем мы были неверны. И я знаю, что в церкви, к сожалению, есть такое, что многие не отдают десятины, что многие не приносят приношения. И я знаю, что приходит осуждение в сердца многих людей, и пусть не будет такого. Я хочу, чтобы мы сейчас, принося наши десятины и пожертвования, благословили это, и в сердце каждого из таких людей пришло прощение. Аминь, дорогая церковь. Давайте мы помолимся. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, Господь, за все приношения, за все десятины, Господь, которые сейчас народ принес при лицом Твоим, Господь. И я верю, Господь, что Ты, Господь, способен простить и исцелить сердце, Господь, каждого человека. И я прошу Тебя, Отец, пусть мы всегда, Господь, будем послушны Тебе, Господь. И мы будем, Господь, исполнять то, что Ты нам говоришь. И я верю, что через это, Господь, придет благословение в жизнь, Господь, народа Твоего. И Он будет процветать, Господь. И Он будет, Отец, приумножаться, Господь. И в Его, Господь, за кромах никогда не оскудеет, Господь, то, что Он может принести Тебе, Отец. Мы благодарим Тебя, Господь, за все, что имеем. Благословляем, Господь, имя Твое Святое, за милость Твою, за благость Твою, за жертву Твою. Во имя Иисуса Христа молились мы Тебе. Аминь. Поприветствуй кого-то, кто рядом с Тобой. Скажи пару хороших слов и присаживайтесь в любви Божией. Слава Богу, мы с каждым разом еще больше преображаемся в церкви. Вы видите, у нас появились джунгли. И сегодня, послушай меня, сегодня, когда ты дома не хочешь идти в церковь, ты себе скажи, джунгли зовут. И такая передача была в детстве. Кто-то видел, джунгли зовут. И я думаю, лучше будет. А там, видите, они посвящены самому лучшему имени. Мы написали Иисус. Эта церковь, она посвящена нашему Господу Иисусу. Он здесь глава, Он здесь царь, Он здесь хозяин. Да. И пусть так будет всегда. И в прошлый раз я проповедовал о послушании, и не могу остановиться. Хочу продолжить дальше проповедовать эту тему, потому что разбираюсь в ней и вижу, как много зависит от этого качества, которое имел Давид, от послушания. Давид много имел качеств, но вот это качество, которое он имел в себе, послушание, оно приводило его к месту его побед. Помните, мы говорили о том, что Давид послушал своего отца и сделал в точности, что сказал ему отец. Он взял меру сушеных зерен, ефу, он взял десять хлебов, десять сыров и пошел навестить своих братьев, которые пошли вместе с царем Саулом воевать против филистимлян. И именно это послушание отцу Иисею, своему отцу Иисею, привело Давида в место, где он потом одержал победу над Голиафом. Если бы он не послушал тогда своего отца, навряд ли бы он оказался в этом месте и навряд ли бы мы с вами сегодня бы знали об этой победе, о самой громкой, может быть, победе, которая состоялась прямо в начале его следования к царскому трону, в начале следования Давида к царскому трону. И я думаю, что вот такая победа, она укрепила Давида и дала ему надежду на то, что можно с Господом побеждать даже таких великанов. Братья и сестры, я сегодня хочу вам сказать, с Господом можно и нужно побеждать великанов. Аллилуйя! Никакой великан, если ты с Господом, не может устоять на твоем пути. Каким бы он большим ни казался, каким бы он сильным ни был, как бы он ни выглядел, если ты с Господом, ты одолеешь его. Скажи аминь, аллилуйя! Слава Богу! Друзья мои, я хочу продолжить говорить о послушании, потому что для меня это одно из самых ценных и важных качеств, которые должен иметь человек, потому что я вижу, как послушание, оно не только приводит к месту наших побед, но оно и сохраняет нашу жизнь, нашу духовную и физическую порой жизнь. Именно от послушания порой зависит, будешь ли ты иметь духовную жизнь, потому что некоторые не имеют духовной жизни, просто лишь потому, что они однажды не послушались и поступили так, как захотели сами поступить. Понимаете, и также физическая жизнь порой находится в руках послушания. Я нередко слышал случаи о тех людей, которые ходят в горы, особенно на высоту выше 5000 километров, где разряженный воздух, где мало кислорода, где погода может портиться в любой момент. О том, эти рассказы, что люди из-за непослушания инструктору гибнут, просто гибнут. Они готовятся к восхождению на гору, к штурму горы, несколько месяцев порой, а некоторые годы готовятся. И когда они приезжают в горы, они тоже не сразу идут в горы. Там надо, чтобы твой организм адаптировался к недостаче кислорода, и на это уходит не менее 6 дней. И потом они начинают плавное восхождение на гору. На это тоже уходит определенное время. И вот когда до горы остается, до пика горы, остается примерно 200, 300, 100 метров, вдруг погода в горах может резко испортиться. И инструктор разворачивает группу и говорит, спускаемся вниз, мы не штурмуем эту гору. И знаете, у некоторых людей возникает непонимание, как я много месяцев готовился, я стремился, чтобы покорить эту вершину, я полагал силы, ресурсы, и вот она передо мной, буквально рукой подать, а вы мне говорите, назад? И знаете, люди некоторые не слушаются и начинают штурмовать вершину. И тем самым за непослушание инструктору они рассчитываются своей жизнью. Так многие гибнут. Недавно пастор Алексей Романов ходил тоже на Эверест, и они не дошли буквально несколько сот метров. Инструктор также развернул их в группу, и они спустились вниз. И он так не попал на вершину этой горы. И он рассказывает о том, что месяцем буквально спустя тоже группа пошла в горы, и инструктор также их развернул и спускал вниз, но они не послушались. И они погибли там. И остались там. Вот так, друзья мои, послушание порой может стоить жизни. Нам надо быть послушными. И я сегодня хотел бы поговорить о том, кому и когда мы должны быть послушными. Тема так и называется. Кому и когда быть послушными. Кому и когда быть послушными. И когда я читаю Библию, я вижу как минимум три источника, которые изъявляют свою волю, и которой мы должны быть послушны. Первое. Это, естественно, Господь. Бог изъявляет свою волю, благую, годную и совершенную, и ей мы должны быть послушны. Также это люди, которых Бог поставил над нами. Это и мирские власти, это и духовные власти, это и мужья для жен, и родители для детей, это и начальник на работе. Ну, это к властям можно отнести. Это люди, которые поставлены над нами. И третье. Это мы сами. И вот мы будем разбираться. Я сегодня поговорю о послушании Богу. На следующей проповеди я поговорю о послушании людям и самому себе. Может быть, только людям. Не знаю, когда я начинаю углубляться в эти темы, я вижу, сколько там много ценной информации, ценных жемчужин, которые нам пригодятся в жизни для того, чтобы строить свою духовную, физическую жизнь и быть успешными. Давайте откроем с вами послание к кремлинам и прочитаем в 6 главе с 15 стиха. Послание к кремлинам, 6 глава, 15 стих. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаетесь себя в рабы для послушания? Скажи, для послушания. Того вы и раб, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Здесь сказано, друзья мои, что благодать не отменяет послушание, как многие думают. Многие думают, что благодать, это когда ты никому, ничему не послушан, только самому себе. Здесь сказано, что благодать не отменяет послушание, а наоборот, дает силы быть послушным. И послушание библейскому учению приводит как раз к нас к праведности. Да, аминь. Мы праведность приобретаем через веру в Иисуса Христа. Но Писание говорит, если мы не будем послушны библейскому, скажем так, учению или Божьему учению, мы не достигнем праведности. Так говорит Слово Божие. Другими словами, без послушания невозможно достичь праведности. Если вы не имеете сил и желания быть послушными, вы не под благодатью пребываете, друзья мои, а под влиянием своей греховной плоти. Благодать не только дает силы, покрывает наш грех, дает силу сверхсилы, она покрывает наши слабости, благодать, она дает милость от Господа, но она также изменяет нас. Благодать, человек, который столкнулся с благодатью, который пребывает в благодати, он никогда больше не остается прежним. Это и есть доказательство того, что вы находитесь в благодати. Вы изменяетесь. Послушайте, я не стал, вернее, я не перестал воровать от того, что прочитал, не воруй. Вот я прочитал в Библии, не воруй, и думаю, все, теперь воровать не буду. Или еще какой-то грех. Нет, друзья мои, я пережил в этом благодать. Когда я пережил благодать, любовь Божью, я понял, что мне это не надо делать. Есть любовь Божья, которая покрывает меня, которая дает мне намного больше. И это и есть благодать. И эта благодать, любовь Божья, она как раз и меняет меня. Согласно этому отрывку, человек слуга тому, кому он повинуется. У него есть две возможности. Либо он, повинуясь греху, становится рабом греха, либо он, повинуясь Богу, становится рабом праведности. И другой возможности нет. И все зависит от того, кому вы повинуетесь, или кого вы послушаетесь. Согласно этому отрывку, человек слуга того, кому он повинуется. И у него нет другой возможности, как повиноваться Богу, либо греху. Вы не можете третью часть выбрать какую-то. Даже когда вы повинуетесь, кажется, самому себе, вы либо повинуетесь греху в этот момент, либо повинуетесь Богу. Невозможно служить Богу, не повинуясь Ему. Невозможно. Многие люди, они очень активны в церковной деятельности. Они очень много делают дел религиозных. Но они в этот момент не послушны Господу. Просто не послушны. Они это делают для того, чтобы сыскать себе славу. Они знают преимущества от тех дел, которые ты делаешь в Боге. Они ищут через это себе пользу. Но в этот момент они не послушны Богу. Но служить Богу можно лишь только тогда, когда твое сердце полностью принадлежит Ему. Именно наше послушание и то, кому мы повинуемся, определяет, кому мы по-настоящему служим. В этом отрывке сказано, что мы сами себя предаем или отдаем в послушание. Сами себя. Друзья, Бог создал нас со свободной волей. И никто и ничто не может подчинять нашу волю, как кроме мы сами. Даже Господь лишил себя такого права, чтобы подчинять твою волю. Он сделал нас людьми свободной воли. И Писание говорит, что мы сами себя отдаем в послушание либо греху, либо праведности. И когда мы находимся в каких-то проблемах, нам некого винить. Нам некого винить. Потому что это наш выбор. В том, в чем ты сегодня находишься, это твой выбор. Это не обстоятельства. И не люди тебя туда загнали. Это ты выбрал. Да, они были в твоей жизни эти обстоятельства. И были, может быть, худые люди. И они, может быть, обижали тебя. Но ты выбирал обижаться. И они, может быть, подталкивали тебя к плохим действиям. Но ты выбирал сделать это. Когда? Когда был послушен каким-то вещам. Либо ты был послушен в этот момент греху и стал рабом греха. Либо ты был послушен в этот момент Господу и стал рабом праведности. В первой книге царств Павел сегодня уже упоминал, идет речь о царе Сауле, который был возвышен Богом. И потом он рухнул, он упал. Мы видим в этой книге, как Саул быстро был возвышен в царе. Он вышел искать ослиц, которые потерялись. И когда он встретил Самуила, пророка, тот ему сказал о том, что Бог его помазывает в цари. И тогда Саул ответил, кто я? Я меньший в своих глазах. Я меньший в своем роде. Род мой меньший в коленах Израиля. Меньший. Он смотрел на себя как на меньшего. Но потом он был помазан в цари, он стал царем. И мы видим, как это смирение, которое было в начале, оно превратилось в гордость. Так бывает в жизни людей, когда Бог их избирает, назначает, поставляет. Они смиренные. Они говорят, что они меньшие даже в своих глазах. Но потом, когда они видят, что у них что-то получается, что они чего-то достигают, вдруг мысль закладывается внутри такого человека. Не мои ли руки все это заработали? Не мои ли таланты все это приобрели? И гордость начинает потихоньку в сердце возрастать. И мы видим, как у Саула произошел такой процесс. И он сделал непослушание. Первый раз, когда помните эту историю, Самуил сказал ему, жди меня, я приду и принесу жертву. И весь народ стоял перед филистимлянами. И филистимлянами готовились к войне. И Саул видел, что они уже готовы к военным действиям. А жертва еще не была принесена. А народ Божий ожидал, что должны принести жертву. И это их как раз вдохновило бы на сражение. А Самуил все не шел и не шел. И тогда Саул, он взял на себя ответственность и сделал то, что он не должен был делать. Он сам лично принес жертву. Послушайте, послушный ждет Бога и выполняет его приказы, чтобы это ему не стоило. Еще раз говорю, чтобы это ему не стоило. А непослушный покорен до тех пор, пока дела идут хорошо. Послушание проявляется тогда, когда все идет не так, как ты хочешь. Когда все идет хорошо и так, как ты хочешь, нетрудно проявить послушание, потому что есть согласие. Но вот когда дела идут не так хорошо, мы себе даем право взять все в свои руки и начать действовать, потому что мы знаем, как должно быть. В нашем уме есть понимание, как лучше. И мы хотим сделать, как лучше. Саул подумал, что он слишком долго ждал. Он увидел, как люди начали расходиться. И он подумал, что мы проиграем в этой войне, если я сейчас не принесу жертву. И стал сам приносить жертву. Самуил пришел как раз в тот момент, когда Саул заканчивал приносить жертву. Но он не принес ему добрых вестей. Посмотрите, что сказал Самуил. и сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе. Ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. Первый царств 13 глава с 13 по 14 стих. Тут сказано ты, Саул, не исполнил того, что повелел тебе Господь. Другими словами, Саул проявил непослушание. Позже Саул совершит еще одно непослушание, когда оставит в живых царя Амалика и лучшие из его стад. Хотя Господь скажет ему уничтожить все, ничего не оставлять, все-таки Саул поступит так, как он посчитает нужным. Его люди разрушат то, что хотели разрушить и не тронут то, что не хотели разрушать. Это нельзя назвать послушанием. Мы определили, что послушание, когда ты в точности исполняешь то, что тебе сказали. Интересно, интересна одна деталь. Бог Бог никогда не обращался к Саулу напрямую. Он не приходил лично к нему во снах или наяву и говорил, хотя он был царь. Три категории людей, они имели духа на себе Божьего. Это цари, пророки и священники. И Бог мог говорить с ними лично. Но мы видим в этой истории, что Бог лично к Саулу не приходил. Он приходил к нему через пророка Самуила. Самуил все эти слова ему говорил, что Бог повелел тебе сделать то и то. Бог повелел и сказал тебе сделать то и то. И наверное, когда у Саула был выбор, как поступить, он думал о Самуиле, но это же просто человек. Может он ошибаться? Конечно может ошибаться. Вдруг он ошибся в этой истории, и мне не надо уничтожать все. И его намерения были неплохие, потому что он сам потом говорит, посмотрите, Саул говорит, 1 царств 15 глава 21 стих, народ же из добыч и овец и валов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу, Богу твоему. Друзья, мы не взяли, Самуил, мы не взяли для себя, мы вообще взяли для того, чтобы лучше принести Богу. Мы служим Богу сейчас, в этот момент, лучшим, лучшими пожертвованиями, лучшими дарами, лучшими талантами, а вопрос, а Бог тебе это сказал? Сегодня люди служат в церкви и не имеют прямого повеления от Господа. Бог тебе не говорил этого делать. Может быть, ты делаешь лучшее, хорошее, но для чего ты это делаешь? От Бога ли это? Бог сказал уничтожить все. А Самуил решил, вернее, Саул решил оставить. И намерения-то добрые были, не во зло, а во благо. Намерения были, мы оставили, чтобы принести жертву тебе. Люди не хотели ничего плохого, они не взяли оставленное себе, они хотели принести жертву, но они не хотели быть послушными. жертву принести можно, но послушание лучше жертвы. И посмотрите, об этом сказал Самуил потом. И отвечал Самуил, неужели 1 царств 15 глава 22 стих всесожжение жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа, послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство и противление то же, что идолопоклонство за то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Неважно, друзья, сколько жертв ты приносишь Господу, важно то, насколько ты послушан Ему. Приемлемые жертвы только те, которые приносятся по воле Бога. Ты можешь все отдать на сожжение, но не иметь любви, и все это будет ничего не стоить. Бог отвергает непослушных людей и наоборот благословляет тех, кто Ему послушан, так как Его воля благая, угодная и совершенная. И нам в Библии дан хороший пример послушания. Это Иисус Христос, который жил в своем теле, был здесь, вернее, в человеческом теле, был здесь на земле, прошел путь такой же, какой мы проходим на земле, путь жизни обычного человека. Он был на сто процентов Бог, он был на сто процентов человек, он имел и человеческую волю, он имел и волю Божью, но он жил как человек, который был вдохновлен Духом Святым и ни разу не согрешил. И Писание о нем говорит следующее послание к филиппийцам, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе и Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек, смирил себя, быв послушным, даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Друзья, здесь написано, что он был послушный до смерти. То есть, другими словами, он был послушен до конца, не до определенного какого-то момента, а до конца своей жизни, он был послушен. И из-за этого, то, что он был послушен, написано, что Бог его превознес. Бог всегда благословляет послушных людей. Друзья мои, вы никогда не останетесь в ущербе, если вы находитесь в послушании. Жена, которая послушна своему мужу, даже в тот момент, когда она терпит ущерб, она будет благословлена в итоге Богом. очень трудно женам послушаться своим мужьям, потому что им кажется, что они делают совершенно не то. Но сегодня, друзья мои, я увидел, как эмансипация пришла в это общество, как женщина превознеслась, как она превозносится. Я сейчас не против женщин, говорю, послушайте, о чем я говорю. И сегодня слова, которые звучат в Писании, они стали неактуальны. Слово говорит, чтобы жены, когда их мужья делают неправильно, своим безмолвным житием приобретали их. Не своим пилением, не своим нравоучением, а своим безмолвным житием. И здесь возникает проблема, если мой муж делает что-то не так, как мне его не научить, как мне об этом не сказать. Проблема такого рода возникает. А вопрос в том, что мы не доверяем Богу. Жена не доверяет Богу в этот момент. Она не верит, что Бог по ее молитвам может изменить мужа. Она берет на себя эту ответственность. Но знаете, что, жены, Писание говорит последовательность, что муж покорен Христу. С этого все начинается. Муж не может быть покорным Христу, потому что он ему не верит. Что Христос может что-то сделать в моей жизни. Он не может разобраться с моим положением. Он не может благословить меня в моих финансах. Он не может Христос благословить меня в моих отношениях с начальством, с братьями или в других каких-то проблемах. Мне самому надо это сделать. Конечно, ты должен в этом принимать участие. Бог не без тебя это сделает. Но направление нужно от Бога взять. Ты должен к Нему взывать и понимать, что Бог хочет в этой ситуации. Не ты лично со своим опытом, а что Бог хочет. Мы чаще всего к Богу приходим в последние инстанции. Когда уже наломали дров, потом уже видим, что ничего не изменилось, что ничего не происходит. Мы уже начинаем обращаться к Богу. Но в Библии все наоборот. Мы сначала, прежде чем начать действовать, должны прийти к Богу и узнать Его волю. А если Бог молчит, вопрос такой очевидный и правильный, а если Бог молчит и ничего не говорит, а если Бог молчит, не действуй, ожидай. А почему я должен ожидать? А потому что Господь проверяет как раз твое послушание сейчас. Как ты будешь реагировать? Пойдешь ты, бросишься ли ты, погоню или будешь стоять и ждать, пока Бог тебе даст инструкцию. Так действовал Давид, мы видим, это в действиях Давидах, он никогда не выходил на войну, пока не выпрошал Бога и не получал от Бога ответ. Помните, я приводил уже этот пример, когда у него увели жен, детей, забрали все его имущество, он не бросился со своими воинами, имея силы, имея возможности, он не бросился догонять, он взял Ефот, пришел к Господу и сказал, Господь, догонять или нет? Субтитры